Добрый день! Вы сегодня представляете новую книжку, но и вспоминаем предыдущую книжку. Расскажите, пожалуйста, как Вы пришли к этой тематике? Почему это интересно, эволюция науки и религии? Почему это невозможно было с славянской религией совместить? Как это взаимосвязано? На самом деле одно гармонично вытекает из другого. Но история так повернулась, что она выглядит как бы обрывочно. И противопоставляется одно другому. На самом деле этого не было. Противопоставляется что именно? Славянская наука и православие или религия? Да, там все. И наука вообще? Да, вообще все предоставляет. И славянская традиция, и современный научный подход, и религия вообще. То есть они как-то разрознены между собой. На самом деле это составляющая одного единого целого. И этот момент очень важно подчеркивать почему. Потому что речь идет о становлении личности. И она не терпит каких-то обрывочностей. Она требует отвечать на все вопросы. Чтобы не было, почему это вот так, а другого это. Очень часто ведь очень сложно разделить, что вот это вот чисто религия, а это чисто наука. Наука это одна из форм богостурия. Одна из дополнительных сфер свидетельства о Боге. И сама по себе сам подход, научный подход к этой проблеме, он не нов. Он существовал задолго до Рождества Христова. И фактически в этом направлении и шло человечество. Единственное, что когда пришло христианство в мир, оно это дело упразднило. Почему? Потому что для того, чтобы содержать общество в мире и порядке, оказалось достаточным присутствие благодати Духа Святого. А когда в западной христианской церкви благодать Духа Святого ушла, то есть она отошла от этого. Это вот именно догма, что меньше знаний, больше веры, да? То есть вот отсюда корни, что ничего знать не надо, верь и все это об этом. Нет, если мы знаем присутствие благодати Духа Святого, то все само по себе автоматически человек имеет. Все остальное теряет смысл. Потому что осталось только человеку привести покаяние и в покаяние умереть. Не нужно там этих знаний. А до Рождества Христова Царство Небесное, оно было выражено в образе жизни человека, в образе жизни людей. Вот это вот уже было наукой. Там очень была развитая система взглядов. Она была настолько развита. Просто я начинаю этим заниматься, я просто поражен. Насколько глубокие доктрины выражены простым, простым житейским языком. Вот скажите, есть, ну рассказывают о развитии науки, что вообще это шла закладка в католической церкви в момент раскола. Им нужны были аргументы несколько больше, чем костры и устрашения. На самом деле это продолжение того самого, когда Благодать Духа Святого ушла от церкви. Им пришлось возвращаться к тем методам и способам держать общество в мире. А это с чем-то связано? Почему ушла Благодать Духа Святого? Есть какое-то понимание? Была ересь в... там много моментов, конечно. Но ересь в образе мировосприятия... определения о Боге. И в образе божественного мировосприятия. Ну это было спровоцировано влиянием малолитанской культуры, которая уже поглотила Европу. И она, малолитанская культура, была адаптирована уже на понятный язык христиан. И она шла, наступала на восток. Поэтому это и пришлось остановить наступление под этим расколом. Католики и протестанты, когда делились, у них были большие споры между собой. Очень некрессивно. Когда Благодать Духа Святого ушла, она сдерживающая, скрепом была людей. Люди боялись Бога, и они перестали бояться греха. Пришлось возрождать древние традиции удержания общества в мире и порядке. Вот это возрождение и была как раз наукой. Но они шли по пятам тех людей, которые жили до Христа. И фактически они изобретали велосипед. Ничего нового, ни философия, ни современная наука она не изобрела. Это все традиции древних мыслителей. Были ли они ученые, я не могу сказать. Я скажу, что все-таки они были учеными. И в принципе, по большому счету, современная наука, она так и общество в пределах тех знаний, тех пониманий об истине, которыми руководствовались древние. Когда мы говорим о древних, кого именно мы имеем в виду? Это вот эпоха Аристотеля или это другая? Нет, Аристотеля сюда и греческую мысль тоже сюда не надо включать. Почему? Потому что все-таки Аристотель и вообще греки, это люди, которые имели образ жизни далекий от образа и подобия Бога, Царства Небесного. Им это было позволено. Почему? Потому что вольготность образа жизни. Все растет. Никогда они голода не знали и ничего не знали. А у славян нет. Здесь жестко. То, что человек разрешен на земле танцевать, может быть, вести себя в небе, в самолете, это уже нельзя делать. Это уже преступление против человечества. Вот так примерно разнятся человечество и культура наследия Средиземноморья и греки, в частности, от славян. Ну и книга, соответственно, была задумана для того, чтобы сказать позицию президента. Надо постоянно людей мирить между собой. Надо выражать единую концепцию, которой каждый человек видит самого себя и свое место в обществе служения. Людей искренне обманутых много. И не всегда их будет много. Но с этими людьми надо постоянно работать и постоянно показывать суть миролюбивой политики президента. А вот скажите, по поводу Виллисовых книг, периодически этот шум был, теперь это все стихло. Насколько я знаю, историки нашли доказательства того, что это было вброшено, потому что не могло такое количество материалов по древних славянских богах сохраниться. А что думаете вы по этому поводу? Вы наверняка занимались этой темой? Дело в том, что когда ее писали все ученые, эту книгу, они не знали многих открытий. А эти открытия были позднее. И когда они писали, они не учли его. И это сразу видно. Во-первых. Во-вторых, сам язык древних, он очень простой. Там словам тесно, а мыслям просторно. Ну, говорят, например, что будущее время появилось уже позже самого языка. То есть вот история, например, о палке Игореве, там не может быть будущего времени, потому что оно просто в языке, как явление, появилось позже. Да, ну, это все дело будущих изысканий и исследований ученых. И, может быть, это и правда. Но, на самом деле, это очень много многословия в Виллисовой книге. А это просто непозволительно для древних. И потом, когда они успели все это написать? Да. Письменность на бересте была-то. Эта книга была опубликована в Америке. Журнал «Жар птица» публиковал эту книгу с 1951 или 1952 года по 1959. Вот, 7 лет они это публиковали, фотографию этой книги и перевод. А фотографии остались, а сами книги, сами эти дощечки сгорели. Вот, и все. И как хочешь так. Ну, ученые говорят, что там перемешаны славянские слова чешского происхождения, польского, албанского, русского, украинского, белорусского. Все в кучу смешали они. Есть замечательный философ, богослов, профессор ГИМО. Зубов. Как? Зубов Андрей Борисович, по-моему. Вот, он сказал одну вещь. И я сначала, когда слушал его лекции, я сначала не принял это. Он сказал, что раньше славяне передавали знания свои из уст уста. Ну, как такие тексты можно передавать из уст уста? А я потом понял, на самом деле, книга была сама, само тело человека, организм, физиология его. И они умели выражать сильнейшие богословские доктрины, показывая функциональное, на функциональное взаимодействие органов человека. И это прекрасно, это я книги свои там показывал. Почему вдруг понадобилась все-таки наука в таком случае православным и славянам? Почему понадобилась смена славянской религии на православие? В чем здесь историческая закона? Всякая локализация и всякая ограниченность от мира, она фактически приводит к угасанию тех людей, которые оказались в этой ограниченности. Это важно сказать, потому что мы без и американцев, и без европейцев мы не сможем. Да, мы несем истину, но Богу нужно, чтобы все спаслись. С этой книжкой по поводу поддержки вы, в общем-то, предвосхитили последние события. Она у вас в 2021 году, вот именно почему надо поддерживать президента. Это предвосхитили события, она вышла в 2021 году, задолго до последних событий, изоляция. Мне кажется, у нас вообще периодами есть. Изоляция, которая потом благополучно преодолевается. Это было озарение или это предсказание на основании каких-то естественных процессов, которые может быть? Естественные процессы, они обладают силой. Потому что физиология – это такое естество, против которое нельзя идти. Если идешь, то идешь против себя. А президент, он как бы даже может интуитивно следует укусам. И он не переживает даже. Мы не знаем, о чем он переживает. Нет, 24 года уже, да? Это взять такую страну и вывести его из такого состояния. И мы ведь так и остались в опале. Но ведь есть много разных теорий. Вот одна из них, что вообще всякая власть от Бога. То есть, если обрасценивать как президент глава страны, то так или иначе это власть. То есть, насколько это соответствует тому, что вы в процессе исследований поняли? Власть, конечно, бывает от Бога и бывает Божья. Божья власть, конечно, она помогает возродить народ. То есть, она стоит на позициях возрождения всего в народе. А от Бога – это уже власть, которая, ну, не всегда временна. И народ-то, он очищает себя трудами и заботами. Он постоянно в трудности пребывает, в скорбях. И он этими себя очищает. А власти очищать себя этим, ну, не получается. От безделья бывает страдают, сами понимаете. И нет очищения. Если этого очищения нет у власти, то у власти она не будет. Временно она будет, понимаете? Это только закон жизни. Это от Бога, но ее проблемы. Будет она, удерживается она или нет. А президент, как видите, он уверенно себя чувствует. Скажите, последний вопрос на сегодня. Вот знания, они ведь при всем при том, что они для всех, тем не менее, требуют определенной экологичности. То есть, не любые знания кого-то они напугают, кого-то какие-то знания заставляют воевать с соседом или с режимом текущим. Кто-то не в состоянии этого понять. Кто-то, наоборот, ударяется в фанатизм. Для кого ваши открытия предназначены? И в какой форме люди способны это принять? У вас есть соображения или вы в творческом поиске? Нет. На самом деле, вопрос, который вы задали, очень актуальный. Вы очень правильно сказали. Дело в том, что в современной церкви очень много вопросов возникает с некоторыми формулировками. Ну, например, возьми ближнего своего. Он над тобой издевается, а ты как его любить? Как принять это? Есть понятие о совершенной любви, а вот есть понятие о несовершенной любви. И вот между ними совершенно любовь – это какая-то высота. Между ними, понимаете, тесная стена. И людям предлагают по этой тесной стене лезть. Понятно, что там будут те, кто разобьется. А вот древняя славянская традиция, она как раз предлагает пологие склоны. То есть на эту сцену можно забраться потихоньку, без ущерба и риска для жизни. И вот эти вопросы, кстати, эти знания, они нужны. Древняя славянская традиция – это один из опытов шествия народу ко Христу. Ну, и ситуация еще и в том, что у нас очень много… конфессиональная сторона, то есть у нас много религиозных течений. И недавно мне священник один сказал, что в беседе нашего духовенства с президентом страны духовенство жалуется на то засилие, которое подходит со стороны мусульман. То есть они не взяли бы это дело остановить. А президент сказал – возьмите их, катехизируйте их, понимаете, то есть просвещайте. Но на самом деле это так. И в принципе, по большому счету, нас объединяет общее, гораздо сильнее то прошлое дохристианское. Мы все идем ко Христу. И каждый опыт идти ко Христу, он важен, потому что мы рождаемся и, бывает, отходим от веры. И надо вернуться вновь к ней. И почему этот опыт надо забывать. Ну вот эту книгу я пытался все эти вопросы решить. Новых вам творческих успехов. Мне они нужны очень сильно, да. Мне нужны силы и дорабатывать у нас. Спасибо вам. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры.